Совместные рейды чиновников городской администрации и рязанских полицейских призваны более эффективно бороться с нелегальными питейными заведениями. Напомним, что еще в сентябре прошлого года в силу вступили изменения в закон о розничной продаже алкогольной продукции на территории Рязанской области, запрещающие продажу спиртного в заведениях, расположенных в жилых домах. На этой неделе совместной проверке подвергся спортклуб «Олимпийц» на улице Советской Армии. Несмотря на бодрое атлетическое название, посетители здесь явно не занимались укреплением своего здоровья. Нарушения обнаружили во время совместного рейда полицейские и работники муниципалитета. Главная просьба, которая поступала от жителей, это, конечно же, закрыть это заведение, потому что оно не устанавливает никаким требованиям. Раньше даже оно называлось кафе. Какое здесь кафе? Здесь площадь не позволяет. И вообще это жилой дом. А в жилых домах у нас в городе Рязани запрещена торговля спиртными напитками. Поэтому главная задача, конечно, закрыть это заведение. Неподалеку от этого так называемого спортклуба находятся детский сад и школа. Местные жители уже давно сообщали правоохранителям о безобразиях нетрезвых посетителей «Олимпийца». Однако из-за пробелов в законодательстве закрыть это питейное заведение стало возможным лишь сейчас. То, что рязанские владельцы различных алкогольных мини-баров и мини-кафешек привыкли нарушать закон, давно же никого не удивляет. Да и алкоголь, который здесь продается, не всегда легальный. Полицейские ежедневно проводят рейды по городским рюмочным. И в таких заведениях, по словам правоохранителей, спиртные напитки продаются без разрешительных лицензий. Например, только в ходе минувшего рейда из рюмочной на Московском шоссе стражи порядка изъяли два ящика водки и 13 литров пива. А вот, так сказать, нетронутая пока рукой закона, но на местном уровне знаменитое нелегальное питейное заведение, по которому уже давно плачет энергичный совместный рейд. Оно пока успешно функционирует в жилом доме номер 5 по улице Второй Бутырки. Жильцы совсем не рады такому соседству. Дверь этой лесной избушки выходит прямо на детскую площадку. А единственный положительный момент, если он вообще имеет место, это то, что посетители распивочной за рюмкой крепко смотрят по телевизору старты зимней сочинской Олимпиады. В общем, такой спорт нам не нужен. Продолжение следует...